Святитель Иоанн Златоуст увещевает к добродетели Не будем оставлять душу свое внебрежение и давать вход в нее нечистым помыслам Имея девицу дочь, мы бережем ее со всей бдительностью А душе своей, которая гораздо дороже дочери, позволяем развращаться и оскорняться Впуская в нее тысячи нечистых помыслов Хочет ли к ней войти любостяжание, или сластолюбие, или пристрастие к прекрасным лицам Или расположение к гневу, или иной какой недобрый гость Мы тот час, отворивший двери, зовем и влечем его И позволяем ей без всякого стыда и страха сдружиться с ней Ты не даешь малейшей пылинке войти в зенит сока твоего А душу свою оставляешь в небрежении И попускаешь ей влочить за собою такую грязную кучу столь многих зол Когда же мы успеем выбросить из себя эту нечистоту Которую с каждым днем накапливаем в себе Когда успеем вырвать терния А когда успеем посеять семена Не знаешь ли, что уже наступает время жатвы А мы еще и не начинали вспахивать свое поле Что же скажем, когда придет хозяин поля и будет требовать должного Что станем отвечать ему То ли, что нам никто не дал семян Но они посылаются свыше каждый день То ли, что никто не срезал терния Но мы каждый день острием для вас серп Или что житейские нужды отвлекают вас Зачем же ты не распялся для мира Если тот, кто отдал веренный ему талант Назван рабом лукавым За то, что не приобрел другого таланта То что же услышит тот, кто погубил и веренных ему Если он был связан и брошен туда, где скрежет зубов То каким страданиям подвергнемся мы Которые имеем бесчисленное множество побуждений К добродетели отращаемся от нее И о предаемся ленности Еще ли мало убеждений достаточных к тому Чтобы провозбудить тебя Не видишь ли, как малоценна жизнь Как неизвестно ее продолжение Сколько потребно труда и пота в делах здешнего мира Разве одна добродетель приобретается с трудом А порог достается без труда Нет, того никто не скажет Если же и на той, и на другой стороне труд То почему не изберешь ты добродетели Приносящие собой великую пользу Да еще такие есть добродетели В которых нет никакого труда Ибо что за труд Не злословить или не лгать Или вот не клясться Простить ближнего Подавшего повод к деву Вот труд и большая забота Поступать противно этому Итак, какого ждать нам оправдания Какого прощения Когда мы и этих легких добродетелей не соблюдаем После всего ясно видно Что тем более недоступны нам другие труднейшие добродетели По причине нашей беспечности и ленности Размыслив все это Будем убегать греха и возлюбим добродетель Да сподобимся и настоящих и будущих благ Господу нашему славу в веки веков Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!